Четыре бытовых потребителя подали заявки в Молдова Газ на смену поставщика природного газа. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан. Он уточнил, что процедуру так и не начали, так как заявки поступили по электронной почте, без обязательной в этом случае цифровой подписи. Откуда поступили заявки, Чебан не уточнил, но речь очевидно идет о потребителях из Гагаузии, которым Башкан пообещал альтернативные поставки по низкой цене. Об этом и вообще о ситуации в автономии поговорим с журналистом Михаилом Серкелий. Михаил, приветствую вас. Здравствуйте, Наталья. Рада вас видеть в эфире Молдова-1. Михаил, итак, четыре заявки на смену поставщика газа и те без соблюдения процедуры. При том, что дешевый газ обещали с декабря. Что это значит? Жители Гагаузии не поверили обещаниям Евгения Гуцул и Илона Шора? Или не разобрались в процедурах? Ну, мне сложно сказать, наверное, и то, и другое. Скорее всего, люди не поверили в серьезность намерений и не увидели, скажем так, того, что они получат этот самый газ за 10 лет. Люди все прекрасно понимают. Более того, я думаю, что усилия правительства, связанные с компенсациями, по большому счету удовлетворяют потребности и соответствуют возможностям людей. Поэтому люди, скорее всего, подумали, что овчинка, выделки не стоит. Сейчас начинать всю эту процедуру, которая непонятно чем закончится и может привести к определенным рискам. Мы же проводим определенные информирования людей и объясняем людям, что, извините, но вас ждут определенные риски в связи с этим. Скорее всего, те риски, которые были обозначены различными ответственными людьми, тем же Вадимом Чебуном из Молдавы ГАЗ, людьми из правительства, тот же Виктор Парликов. Скорее всего, на эти риски и на эти вопросы люди не получили ответов. Поэтому, я так понимаю, мы имеем такое незначительное, небольшое количество заявок на расторжение договоров с Молдавой ГАЗ. Михаил, а вот насколько эта тема с ГАЗом обсуждаема в Гагаузе и каких шагов, по-вашему, ждать от Башкана и ее бывшего партийного шефа? Ну, почему бывшего? Я не думаю, что он бывший, он вполне себе настоящий. Он вполне настоящий партийный. Ну, понимаете, я не думаю... Ну, да, да, я понял, что вы говорите. Просто я посчитал нужным это обозначить. Я не думаю, что Евгения Гуцу, во-первых, самостоятельная фигура, и она самостоятельно что-то предпринимает. То есть, как бы тут команда Шора... Ну, вот мы видим, что они делают. Они сейчас в Брюсселе организуют пресс-конференцию. И в Брюсселе попытаются европейским чиновникам и средствам информации из Европейского Союза объяснить, что на них оказывается давление. Ну, очевидно, пытаются обвинить власти Республики Молдова в том, что якобы кто-то ущемляет компетенции Гагаузи. Они начали международную кампанию по дискредитации центральных властей и в попытках создать из себя образ жертвы и обвинить тем, что как бы полночи Гагаузи ущемляют. А чем эта кампания закончится, мы увидим. Но я так понимаю, что она закончится примерно тем же, чем и закончилась кампания, связанная с газом по 10 лет. То есть, ничем, по большому счету. Михаил, бюджет Гагаузи принят в первом чтении. В доходы заложили 100 с лишним миллионов леев возврата НДС с расчетом получить эту сумму от центральных властей. Но те, очевидно, выплачивать ее не намерены. Что это? Недоработка финансового управления исполкома? Или, как сказал вице-спикер Тарнамский, попытка сделать вид, что все хорошо? Ну, я думаю, что они просто идут вперед, делают хорошую мину при плохой игре, что якобы ничего не происходит. Они идут вперед. Но, на самом деле, вопросы есть, как они с этими проблемами будут сталкиваться, никто не знает. Но политически им пока ничего не угрожает Гагаузи. И это их, скажем так, создает им хорошую, к сожалению, хорошую основу для политической деятельности. Вот как они будут разбираться с бюджетом, там время покажет. Сейчас они пытаются создать такого хлеба и зрелища. То есть, как бы, премария Камрата передала им инициативу. И тут вопрос, насколько мэр Камрата Сергей Анастасов независим. Действительно ли он независим? Как он себя позиционирует? Мы явно видим, что он отдал им инициативу. Они перед исполнительным комитетом организовали целую ярмарку, огромную елку. Ну, то есть, каким образом, кидают, извините, за выражение пыль в глаза. Пытаются создать такой исполком, я их называю, исполком Диснейленд. Понимаете? То есть, как бы, создать такое впечатление праздника и так далее и тому подобное. Чем это закончится, я не знаю. Пока они дают людям зрелище. А вот дадут ли они людям хлеба, и даже не хлеба, а реальных потребностей, связанных с развитием населенных пунктов, связанных с развитием инфраструктуры, мы посмотрим. Тот же Диснейленд в Кангазе. Ничего не продвигается, как где стоит, там и стоит. Они пока хороши в производстве новостей и в создании информационных поводов, которые все обсуждают. Вот это мы видим. Во всем остальном несложно сказать. Народное собрание обратилось в консольный суд, оспорив как раз эту норму о возврате НДС. Каковы, по-вашему, шансы, что КС встанет на сторону автономии? Ну, насколько я знаю, КС отклонил эту жалобу. То есть, нужно уточнить, но я слышал, по-моему, КС его отклонил. Хотя могу ошибаться. Я видел в новостях, буквально на прошлой неделе это было. То есть, ну, я не думаю, что это... Понимаете, проблема в том, что это не ущемляет компетенции Гагаузии. И они, что называется, пошли не с той ноги. НДС технически как оставался в Гагаузии, так он и будет оставаться в Гагаузии. Никто у Гагаузии этот НДС не отбирает. Гагаузия просто получает дополнительные обязательства, соизмеримые с теми привилегиями, которые есть, налоговыми привилегиями, которые есть у Гагаузии. Я несколько раз это объяснял и не устану повторять, что в данном случае нет никаких ущемлений полномочий Гагаузии. А они напирают на то, что здесь есть ущемление полномочий Гагаузии. Если бы парламент Республики Молдова отменил такую статью доходов в местный бюджет как НДС, то это, да, было бы ущемление. Но эта статья доходов не отменена. Она по-прежнему остается в Гагаузии. Просто Гагаузия теперь должна будет возвращать из своего бюджета экономическим агентам НДС. Но они же гагаузские экономические агенты. Тогда в чем проблема? Это понятно. Еще одну тему хочу с вами обсудить. Выход гагаузских депутатов из парламентской группы по автономии. В Народном собрании указывали, что это была последняя площадка для диалога Камрата и Кишинева. Во-первых, почему вышли? Во-вторых, на каких условиях могут вернуться? Ну, смотрите, то, что они объявляют как причину выхода, она не выдерживает абсолютно никакой критики. То есть они говорят, что она неэффективна. Хотя, почему она неэффективна, они не объясняют. Они могли бы, допустим, для того, чтобы доказать, что она неэффективна, показать на примере, перечислив 10, там, несколько пунктов, которые показывают, что да, вот мы хотели вот это, они отказали. Мы хотели вот это, они отказали. Ничего подобного они не предоставили. Просто огульное обвинение. Я думаю, что они хотят просто-напросто привлечь себе внимание, поставить себе образ жертвы. И опять же, это вписывается в ту линию, которую сейчас проводят Шор и его команда по созданию образа жертвы на международном уровне, что Кишинев ущемляет полномочия для того, чтобы все обратили внимание на Гагаузию. Но проблема в том, что Гагаузия не продемонстрировала своей благонамеренности и своей, скажем так, взрослости, да, то есть политических шагов. И это очень большая проблема Гагаузии на сегодняшний день. Михаил Сыркели, огромное спасибо за то, что смогли выйти с нами на связи и ответить на наши вопросы. До встречи.